От пациента. 14 ноября заболел коронавирусом. 19 ноября сделал первое КТ, 30-40% поражения легких. 23 ноября лег в больницу, сделали второе КТ, 50-60% поражения легких. 27 ноября, результат КТ аналогичный. 2 декабря, четвертое КТ, 30% поражения легких. 3 декабря выписан из больницы. В настоящее время кашель, отдышка отсутствует. Сатурация на уровне 96-98%. Чувствую себя отлично. Последнее КТ сделал 8 января. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 53 лет. Дата исследования, 8 января 2021 года. Область исследования, органы грудной клетки, при мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции, органы в грудной клетке, легкие расправлены, пневматизация и легочные ткани снижена за счет множественных участков инфильтрации по типу матового стекла на фоне выраженных ретикулярных изменений по типу булыжной мостовой. Вовлечение в процесс правого легкого, верхняя доля 22%, средняя доля 21%, нижняя доля 25%, левого легкого, верхняя доля 23%, нижняя доля 25%. Общий балл поражения — 10. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутри грудные и лимфатические узлы увеличены единичные и паратрахеальные до 16 на 12 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце — аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные и лимфатические узлы не увеличены. Заключение — КТ-картина двухсторонней полисегментарной, вероятно вирусной пневмонии, средне-тяжелой степени тяжести КТ-2 с вовлечением в процесс 40% легких, лимфодинопатия средостения. Рекомендована консультация терапевта. Ассистент кафедры кандидат медицинский наук Котов Максим Анатольевич. Комментарий врача-рентгенолога. Сейчас в легких, на мой взгляд, около 40% поражения. Ситуация сложная, но не критичная. Если самочувствие и сатурация нормальные будут, то с КТ-контролем торопиться не стоит. Лучше сделать его месяцев через 6, чтобы оценить исход заболевания. Вопрос пациента. Спасибо за расшифровку. У меня возник один вопрос. В тексте расшифровки написано вовлечение в процесс правого легкого, верхняя доля 22%, средняя доля 21%, нижняя доля 25%, левого легкого, верхняя доля 23%, нижняя доля 25%, а в заключении с вовлечением в процесс 40% легких. Не объясните, почему так? Ответ кандидата медицинских наук Котова М.А. Вовлечение в процесс правого легкого. Верхняя доля 22%, 2 балла. Средняя доля 21%, 2 балла. Нижняя доля 25%, 2 балла, левого легкого. Верхняя доля 23%, 2 балла. Нижняя доля 25%, также 2 балла. Общий балл поражения 10. Легкие состоят из отдельных долей, чем больше долей поражено, тем хуже, так как внутри доля инфекция распространяется быстрее, чтобы учесть это введен коэффициент 4. Итого 10 баллов, и коэффициент 4, получается 40% поражения легких. На мой взгляд, эта методика достаточно точна, и позволяет получать схожие результаты у разных врачей, то есть сделать единую оценку тяжести заболевания. Расчет поражения легких ведется по степени вовлечения как общего объема легочной ткани, так и по числу вовлеченных долей, сегментов, легких. Изначально была введена система, с использованием баллов ВИОР 1-1. Затем от баллов отошли, и официальной рекомендацией стала оценка общей вовлеченности в процесс легочной ткани ВИОР 9. Важно понимать, что это исключительно визуальная оценка, аппаратными методами ее не оценить, что вносит определенную путаницу. Поэтому все исследования лучше делать в одном заведении у одного специалиста, для более адекватной оценки динамики изменений. Продолжение следует... Продолжение следует...